Всего 16, но на старт выйдут 15 участников. Через минуту-другую буквально расскажем, почему пара из Израиля, Даниэля Монталбана и Евгения Краснопольский, сегодня на разминке еще выступали, на тренировке на утренний, но в основных соревнованиях принять участие не смогут. Итак, в первой разминке три пары, и нам представляют спортсменов, представляющих Белоруссию, Любовь Бакирова и Николай Каменчук. Вот он на ваших экранах, молодые совершенно ребята, 18 лет партнерши, 23 года партнеру. Этот репортаж я, ваш комментатор Алексей Васильев, веду с тренером сборной нашей страны по фигурному катанию, Евгением Руковицыным, который привез сюда в Берн чемпиона России в мужском одиночном катании, и не только его, но об этом мы будем говорить позже. А пока что короткая программа и все внимание. Евгений, вот двойная луксовая подкрутка, как? Добрый день, дорогие друзья. Ну, довольно уверенно исполнена, может быть, не на высокой очень амплитуде, но прилично все исполнено. Двойной аксель. Достойный, достойный. Сахарский выброс они с утра очень, очень старались сделать на тренировке. Сейчас посмотрим, будем надеяться. Ребята справились. Ну, молодцы, молодцы. Справились с правильным выбросом. Странница Альфа. Два оборота на одной руке. Хорошо, хорошо. Хорошо исполнена поддержка. Чуть-чуть расходятся. В какой-то момент партнер, партнершу догнал. Молодцы, да. Очень прилично. Музыку из князя Игоря вы, конечно, узнаете. Паразим. Плавецкие пляски. Как у нас говорят, каждый уважающий куриц должен пройти через Плавецкие пляски. Это не единственная музыка, через которую проходят уважающие себя фигуристы. Дорожка по прямой. Ну что, на мой взгляд, ребята справились с программой. Для них неплохое выступление, безусловно. Последний элемент, который мы видели, Тодос назад внутрь. В этом сезоне именно этот элемент входит в обязательную программу. Ну, короткую программу мы называем обязательной. Все пары должны исполнить именно этот Тодос. Какие новшества после олимпийского сезона? Новшества. Раньше было 8 элементов в обязательных элементах в парном катании в короткой программе. Совершенно справедливо, Жень. С этого сезона 7. Ну, сейчас нам будут показывать крупные повторы, пока спортсмены отправятся, как она называется, комната слез и поцелуев официально. Да, да, да. В дословном переводе. Ну, вроде бы они сами довольны. Особенных достижений не было. На прошлогоднем чемпионате Европы были 17-е. Сейчас однозначно будут выше, если доедут до конца, потому что всего 15 пар заявлено. И на чемпионате мира были 19-е в прошлом году. Чемпионы Беларуси, естественно, Дмитрия Каплана нам показали, тренера, который работает с ними. Сейчас дождемся повтора, будем разбирать. На самом деле, вот был самый такой психологически сложный, на мой взгляд, для них момент. Это тройной сальховский выброс, который не получался на тренировке на утренней. Ну, они довольно-довольно успешно его выполнили. Молодцы. Ну, смотрим. Ну, к сожалению, не очень высокая подкрутка, но поймал хорошо, уверенно. Ну, вот нам показывает двойный аксель. Ну, вот сейчас они должны делать тот самый выброс, который не получался. Ну, небольшой-небольшой сбой на приземлении, но довольно-довольно достойно. То есть, по крайней мере, больших штрафных санкций не должны получать? Я думаю, даже не будет минуса за это. Я думаю, что это базовая стоимость будет. Ну, дождемся результатов. Естественно, наш судейский компьютер позволяет вам рассказать не только, какие оценки получают спортсмены, но и какие плюсы, минусы поставили арбитры. Пока два слова. Вот очень хороший план. Вот во время Тодеса, что считается большой ошибкой? Коснуться льда рукой ни в коем случае нельзя. И посмотрите, на какой высоте. Несколько-несколько сантиметров. Это действительно здорово. Два слова. Два слова о том, какая здесь обстановка в Бернии. Ну, сказать, что город живет фигурным катанием нельзя. Вот мы вчера, когда только приехали, шли с моим коллегой Александром Гришиным, спрашивали у полицейских, где Айс-Кунстлау. Очень мало рекламы. Очень мало рекламы в городе, к сожалению. Такой заполнен, ну, скажем, на десятую, наверное, часть. 41,51 балла. Вот я продолжу эту мысль. Полицейский даже не знал, что в городе проходит чемпионат Европы. Хотя мы в тот момент находились в метрах в трехстах, наверное, от дворца спорта.